В пятницу нас ждёт оглашение многих новостей экономики. Узнаете о них детальнее в экономическом календаре. Первой новостью в 5.45 утра станет оглашение уровня безработицы в Швейцарии «Замар». Этот показатель оставался неизменным в феврале, а на сезонно обусловленном уровне 3,4%. Данные торгового баланса Германии за февраль будут опубликованы в 6 утра. В январе был зафиксирован профицит 18,9 млрд, что меньше, чем 23 млрд предыдущего месяца. В 6.45 будут оглашены цифры промышленного производства Франции за февраль. Объём производства увеличился на 1,3% в январе, полностью покрыв декабрьское сокращение. Индекс потребительских цен в Швейцарии за марта мы узнаем в 7.15 утра. CPI вырос за месяц на 0,2% в феврале, так как индекс достиг отметки 99,8. Данные статистики производственного сектора США за февраль будут оглашены 8,30. Увеличение объёмов производства в январе превысило рыночные ожидания. Это стало первым увеличением после трёх месяцев сокращения подряд. В то же время будут оглашены данные торгового баланса Британии за февраль. В январе торговый дефицит увеличился до 10,3 миллиардов, и рынки прогнозируют, что этот показатель останется неизменным. Число новых строительных проектов за март в Канаде будет оглашено в 12.30 дня по Гринвичу. Этот показатель увеличился ввиду сезонной обусловленности до уровня 213 тысяч объектов в феврале, что больше, чем январские 165 тысяч. Через 15 минут мы узнаем результаты исследования рынка труда Канады за март. В феврале уровень занятости остался неизменным, тогда как уровень безработицы вырос на 0,1% второй месяц подряд. Последняя новость, данная по товарным запасам в оптовой торговле США, будет оглашена в два дня по Гринвичу. В январе этот показатель вырос на 0,3% после того, как в декабре он оставался неизменным. С вами была Селая Скиннер в экономическом календаре пятницы. В следующем выпуске мы ознакомим вас со сводкой новостей на понедельник. Субтитры создавал DimaTorzok